Тяжела и трудоемка в обработке деталь номер 16-003. Но какие могут быть разговоры о трудностях в дни, когда весь наш народ, победно завершив войну с немецкими империалистами, перешел на рельсы мирного строительства. Об этом писали в тагильском рабочем ровно 70 лет назад. Но вообще тема победы здесь уже уходит с первого плана, потому что страна готовится встречать новый праздник, Сталинский день железнодорожника. И, конечно же, отмечать этот праздник планировалось новыми трудовыми достижениями. Но еще писали о новостях Тагила и окрестностей. Вот, например, сообщают, что в колхозе Победа продают кроликов по цене 20 рублей штука, что в двух колхозах Еландского района зажглась лампочка Ильича, то есть туда провели электричество. Также сообщают о том, что 11 тонн кондитерских изделий получат в качество подарка тагильские ребятишки. Каждый ребенок получит 100 граммов конфет и шоколада и 100 граммов печенья. Таким образом, в городе была пущена первая очередь крупного пищевого комбината. Также сообщают здесь, что Нижний Тагил покидает Ленинградский государственный новый театр, который здесь находился во время эвакуации, во время войны. Сообщают, что за полтора года театр дал 470 спектаклей, показал 20 пьес классической и советской драматургии. И за все это время театр обслужил в Нижнем Тагиле более 300 тысяч зрителей. А ровно 60 лет назад байкеры Тагила открыли летний сезон. Конечно, слов Сузуки, Кавасаки, Дукати тогда не знали, но пишут, что в автомотоклуб Досааф поступили два гоночных спортивных мотоцикла М72 мощностью 35 лошадиных сил и М1Е мощностью 7 лошадиных сил. Новые машины развивают первая 160 км в час и вторая 110 км в час. Они оборудованы приспособлениями, позволяющими преодолевать броды и заболоченные участки дорог. Неплохо для спортивных мотоциклов. Ходовая часть машин дополнена специальными амортизаторами. Мотоциклетный спорт является одним из увлекательных и массовых видов спорта. Он вырабатывает у спортсменов спелость, находчивость, волю, выносливость, точный грузомер, умение быстро ориентироваться и многие другие качества, необходимые труженикам коммунистического строительства и воинам советской армии.